самые большие пассажирские самолеты в мире топ-10 в этом видео мы узнаем о 10 самых больших пассажирских самолетов в мире которые могут перевозить сотни пассажиров на 10 месте airbus a330-300 этот широкофюзеляжный самолет начал летать 2 ноября 1992 года может перевозить от 250 до 440 пассажиров стоимость самолета 245 миллионов долларов в 2020 году после того как пассажиропоток сократился на 90 процентов из-за кризиса коронавируса а спрос и цены на грузовые авиаперевозки выросли airbus представила новое решение по переоборудованию грузов для своего a330 которая может перевозить до 7,3 тонн груза на девятом месте airbus a340-300 это пассажирский самолет французского производства впервые он был изготовлен в 1993 году и может вместить 295 пассажиров при одноклассной компоновке сидений и 267 пассажиров при двухклассной системе из-за кризиса концу мая 2020 года в мире осталось всего 35 эксплуатантов airbus a340-300 люфтганза имеющая в своем парке 34 самолета является крупнейшим оператором a340 айберия еще один крупный оператор в парке которого ранее было 15 авиалайнеров объявила о выходе из эксплуатации в июне 2020 года основная причина выхода на пенсию непригодность четырех моторных самолетов и их высокая стоимость на восьмом месте airbus a340-500 он построен в 2006 году рассчитан на 372 пассажира при одноклассной компоновке и 313 при двухклассной системе в основном он использовался авиакомпаниями эмадз и синопор airlines этот airbus выполнял самый длинный рейс в мире из сингапура в нью-йорк до 2013 года стоимость самолета от 233 до 241 миллиона долларов на седьмом месте airbus a350 900 этот реактивный лайнер специализирующийся на дальнемагистральных рейсах имеет дальность полета 15 тысяч километров и может вместить от 300 до 350 пассажиров и 350 составляет конкуренцию boeing 787 10 и серии 777 а также новому boeing 777 x который введен в эксплуатацию в 2021 году синопор airlines является одним из основных операторов этого самолета в 2020 году и 350 был переоборудован в грузовой самолет для выполнения рейсов с большим количеством медицинского оборудования и других предметов снабжения его стоимость 317 миллионов долларов на шестом месте boeing 777 200 пассажирский самолет американского производства он может вместить 440 пассажиров в одноклассовой системе и 400 в двухклассной конфигурации в 2006 году стал самым дальнобойным коммерческим авиалайнером в мире вывод из эксплуатации 777 200 начался до кризиса и продолжался в течение 2020 года на пятом месте airbus a340 600 представленный в 2002 году и 340 600 является самым вместительным представителем семейства airbus a340 четырех моторный широкофюзеляж может перевозить 380 пассажиров по состоянию на октябрь 2020 года основными операторами являются люфтганза и main air в апреле 2020 года люфтганза временно вывел из эксплуатации весь свой парк из 17 самолетов airbus a340 600 до 2021 года на четвертом месте boeing 777 300 boeing 777 300 пассажирский самолет американского производства вместимостью 550 человек в одноклассовой конфигурации и 451 в двухклассный он имеет дальность полета 11 тысяч 135 километров эмирейц является крупнейшим оператором boeing 777 в мире в эксплуатации находится 131 самолет boeing 777 300 на третьем месте boeing 747 400 этот самолет произведенный в сша компании boeing способен вместить 416 пассажиров в трехклассовой компоновке 524 в двухклассовой компоновке и 660 в салоне эконом-класса он имеет дальность хода 13 тысяч 446 километров его первый полет состоялся 28 апреля 1988 года boeing 747 400 со многими конструктивными и электронными улучшениями стал основным развитием серии 747 british airways раньше была одним из основных операторов но летом 2020 года она вывела из эксплуатации весь парк самолетов 747 из-за кризиса с коронавирусом и ее основным оператором является атлас air china airlines также является одной из крупнейших пассажирских авиакомпаний все еще эксплуатирующих 747 и по данным plan is paters . нет она приняла поставку 16 самолетов на втором месте boeing 747 8 это пассажирский самолет производимый в сша он может вместить 700 пассажиров если следовать системе одного класса а 600 мест доступны в конфигурации двойного класса дальность полета самолета составляет 14 тысяч 816 километров однако до 2020 года было получено только 47 заказов вместо ожидаемых 300 люфтганза была первой заказавший 747 8 в 2006 году другими авиакомпаниями заказавшими самолет были korean air и air china последний boeing 747 8 сошел с конвейера в 2022 году в 2017 году поступил последний заказ на пассажирскую версию 747 8 для транспортного самолета президента сша air force 1 боинг планирует заменить 747 8 совершенно новым boeing 777 x который поступил в эксплуатацию в 2022 году 31 июля 2020 года 8 авиакомпании включая all nipan airways катар и люфтганза заказали 350 самолетов 777 x на первом месте airbus a380 800 пассажирский самолет французского производства вместимостью 853 пассажира в одноместном классе или 644 в двухуровневом классе он имеет дальность хода 15 тысяч 200 километров первый полет он совершил 27 апреля 2005 года по состоянию на 30 сентября 2020 года было произведено 242 самолета однако из-за плохих продаж airbus объявила о снятия с производства и 380 800 в 2021 году имея в своем парке 114 самолетов эй 380 и 8 ожидающих доставки эмирейц в настоящее время является основным оператором эй 380 и намерен оставаться им в будущем